Среди пианистов блестяще выступал Леонид Чижик. Пианист, безупречная техника, напор, страсть отличали его игру. Послушайте, играет Леонид Чижик. Леонид Чижик. Леонид Чижик. Леонид Чижик. Контрабасист Виктор Дворскин. Изумительная техника, интеллигентная манера исполнения отличали игру Дворскина от конкурентов. И только рижанин Ивар Галанекс по результатам 10 опросов стабильно шел вслед за Дворскиным. Вот послушайте импровизацию Виктора Дворскина. Играет Леонид Чижик. Ударные инструменты. Литовский бронщик Владимир Тарасов, участник треуг ГТЧ, все 10 лет постоянно был первым и никто и никогда близко не смогли к нему приблизиться. Он часто играл на барабанах даже целые концерты и сольные композиции. И послушайте сейчас уникальную игру Владимира Тарасова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Армянская вокалистка Татвик и Ганесян. И она не имела в себе равных, ежегодно побеждая в вопросах все звезды. Великолепный голос, тембр, скет были у нее просто безупречны. Не могли ей составить конкуренцию ни Лариса Долина, ни Валентина Пономарева. Итак, послушайте. Великолепный вокал Татвик и Ганесян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раздел «Другие инструменты». В этом разделе можно было показать свое мастерство, играя не на джазах, так скажем, инструментах. И вот еще один джазмен из эпохи 60-х. Давид Голощокин. Мультиинструменталист, играющий на многих инструментах, но просто блистательно импровизирует на скрипке. Но у Голощокина не было конкурентов, пока не проявил себя в этом разделе опроса волторнист Аркадий Аркадий Шелклопер, в 87-м и 89-м, оттеснив Голощокина на второе место. Но по сумме результатов за 10 лет победил с подавляющим преимуществом Давид Голощокин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень любопытным оказался раздел опроса открытия года. Сегодня всего джазу мира известны имена Аркадия Шелклопера, Леонида Пташки, Сергея Манукяна, Пятерса Вишнявского, Андрея Рябова и, конечно же, Игоря Бутмана. Еще в 81-м году его открытие состоялось в опросе советской молодежи. И очень приятно, что все эти музыканты, и очень приятно, что все эти музыканты постоянно помнят о том, где состоялось их открытие. А в нашей передаче этот раздел опроса представляет самый именитый сегодня джазмен России, Игорь Бутман. Послушайте его виртуозную, блистательную импровизацию. Игорь Бутман 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 Игорь Бутман